итак друзья почтение к церкви об этом хочу сегодня говорить я хочу сегодня начать тема сегодняшней проповеди звучит так от бога рожденное сегодня мы с вами обнаружим интересную грань о церкви я знаю точно давайте так нет скажу недавно я не помню по моему два или три года назад провели такое исследование в украине делали социологические опросы кому доверяют люди кому не доверяют как вы думаете кому больше всего доверяли люди доверяют церкви вы удивитесь но пока вот на данном этапе слава богу друзья как дьявол не старался и как не старались некоторые люди верующие сделать так чтобы это было по-другому но пока слава богу люди доверяют церковь слава богу господь хранит врата сейчас поговорим проблема в другом проблема в том что мы не как верующие друзья мы можем к сожалению стать однажды препятствием тому чтобы мы можем сделать так что эта статистика может измениться эта проблема поэтому сегодня проповедь и вообще вот этот час цикл такой дальше он обращен к тем кто уже является сыном божьим или дочери божью здесь есть такие слава богу значит нам так вот друзья это проповеди не для младенцев это проповеди не о нас это проповеди не о том как ой ой господь ой так хорошо бы ой такая проповедь ой вот тут еще тут потрите немного нет это проповедь для взрослых людей это проповедь для тех людей которые адекватно нормально воспринимают себя в боге не подумайте не скажите о том что вот так что теперь для меня не будет проповеди для вас будет для тех кому надо проповеди и другие но эти проповеди тоже важны чтобы мы младенцами не оставались итак давайте начнем друзья откровение 21 глава 9 стих 9 10 стих и пришел ко мне один из семи ангелов у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами и сказал мне пойди я покажу тебе жену невесту агнца друзья последние три слова этого стиха раз два три обратите внимание вот здесь пойди я покажу тебе же ну я покажу тебе то есть это бог обращается жену невесту агнца а каком агнца идет речь об иисусе христе а какой невесте а какой жене вы никогда не задумывались друзья почему иисус не женился почему иисус прожив 33 с половиной года будучи даже очень симпатичным человеком как свидетельствуют там современники его почему он не женился у него есть жена обратите внимание у агнца есть жена у агнца есть невеста они упоминаются и не раз упоминается и мы будем с вами об этом говорить и вы поймете сегодня друзья почему бог как сказал сегодня у нас проповедовал дима бурик почему он будет сражаться почему он говорит что врата да не одолеют мы сейчас разберемся 10 стих и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой иерусалим который не сходил с неба от бога знаете я когда изучал смотрел некоторые теологи теологи разделились разделились кто-то убежден в том что когда речь идет о том что он не сходил с бога но речь идет он говорит о новом иерусалиме и так далее на самом деле есть сегодня когда мы будем проповедовать вы я хочу чтобы мы увидели с вами и вторую часть мы поймем с вами о том что на самом деле вообще-то все прекрасное приходит от бога от него приходит все прекрасное если у вас замечательный муж и вы молились о том чтобы бог дал вам мужа вот например как они и бог дал ей замечательного мужа знаешь откуда он пришел от бога у тебя прекрасная жена знаешь откуда она пришла от него мы так говоримся правда мы говорим от него но когда речь заходит о небесном иерусалиме гремне это что-то вот там где-то послушайте друзья я скажу вам что сейчас вы сидите прямо посреди собрания которое пришло от самого бога я вам это легко потом могу объяснить доказать еще раз это не значит что она единственная исключительная и самое лучшее в сравнении со всеми другими нет с каждое собрание каждая поместная церковь она прекрасно настолько же почему мы будем сегодня с вами это обнаруживать и так что я хочу сказать друзья церковь христа это его невеста бог называет церковь своей невестой он воспринимает церковь именно как свою невесту как свою жену 9 стих можно вот вот он так ее воспринимать он относится так к ней причем мы уже с вами говорили что есть вселенская церковь а есть поместные церкви сразу хочу вам сказать скажите пожалуйста как вы думаете как будет чувствовать себя например примеру на самом замечательном знаменательном событии своей жизни невесты которая одета в прекраснейшие белое платье на такой прекрасный что прямо даже не нужно никаких эффектов фотоаппарате сама вот знаете аура дымка плывет от нее красотень такая вообще ресницы накрашены макияж в точку прическа у песня но без одного мизинца как вы думаете она будет себя чувствовать а если еще без безымянного пальца на правой руке то вообще непонятно куда кольцо одевать да я скажу вам друзья библия говорит о том что вы знаете что вселенское тело христа состоит из поместных церквей и каждая поместная церковь она является частью невесты по сути являясь невестой мы невеста иисуса христа здесь сейчас собрана невеста иисуса христа вот почему мы говорим не приходите на собрание в спортивных костюмах вы же себе на свадьбу не пойдете так мы невеста иисуса христа я шучу сейчас конечно не ну здравость в этом какая то есть принципе не можете приходить спортивными нормально ничего страшного мы любим всех даже если вы прийти в шортах мы вас любим примем но примем примем же примем послешь все он сказал примем но это не означает друзья что мы перестаем от этого бог перестает от этого относиться к нам как своей невесте он относится к невесте я задам сейчас такой вопрос прям дать и в брови в глаз мы все с вами модерны и современные так далее но кто помнит когда вы женились я помню этот день в этом месяце будет 24 июня 2000 года ровно 21 год назад практически я помню этот момент когда я увидел мою будущую жену я видел ее в платье я видел как она примеряла до этого платья мы без забобонов то есть мы ну я видел все но когда она пришла я на нее смотрел вот так знаете мне вообще что это тетка красном платье на каблуках дарница в днепровском загсе там говорю мне вообще все равно она что рассказывала она говорила кусайте ломайте там что-то становитесь сюда переступайте через это вы знаете там из куча таких традиций вообще все равно я у меня улыбка на лице я переступать готов прыгать от накрутить на ноги тот рушник мне вообще все но я свою невесту вижу вы понимаете я помню этот прекраснейший момент я не забыл о нем знаете почему я сейчас об этом говорю я хочу чтобы вы поняли такое же отношение иисуса христа к его церкви и причем она не проходит с годами она никогда не проходит она ни на одну секундочку не становится меньше она не остается таким же с каждым днем она нарастает все больше и больше его любовь его жажда его страсть его ревность друзья о его невесте которую он ожидает видеть беспятная беспорока она не уменьшается бог хочет ее видеть он жаждет когда речь заходит о его невесте у него внутри есть страсть и эта страсть она сохраняется и вот здесь наступает один интересный момент наверняка я уверен каждый из вас может быть не в себе в себе там этого не видели соседи которые рядом с нами сейчас сидит я уверен мы замечали одну интересную странность как-то мы мой сосед не всегда такой ревнил ревнующий по богу как я то есть он тот который часть этой невесты что-то не очень хочет ехать к жениху понимаете то есть ему говорят придите поклонимся и могут а я шуме сегодня на мне там дуло сколько дел сейчас и нету ему дело что тот жених с букетиком стоит под этим загсом и ждет выглядывать когда придет его невеста а ему через два часа приходит смс к я сегодня не приеду у меня сегодня дела и нету нела ему понимаете нету никому до этого дела это не а нас это соседи вы поняли о вашем соседи то он или она рядом с вами сидящие это он не понимаешь он часть этой невесты я-то знаю со мной все в порядке правда скажите аминь вы еще не честны их вы так вот друзья это его невеста у бога есть особенное отношение к его церкви давайте откроем евангелие от матфея 16 глава 18 стих матфея 16 18 и я говорю тебе ты петр и на этом камне я создам церковь мою и врата ада что не одолеют ее если мы с вами друзья вдумчиво с молитвой будем размышлять над этим стихом слушайте внимательно вы вдруг неожиданно для себя однажды вам пух как прозрение придет вы вдруг поймете что смысл и суть этого стиха заключается в следующем бог никогда не перестает думать о своей церкви не когда никогда именно по этой причине он говорит врата ада не одолеют ее знаете почему потому что он всегда рядом он говорит что врата ада не одолеют ее потому что он всегда в курсе он всегда на волне он всегда слышит она всегда в поле его зрения он как хороший телохранитель он всегда рядом и он всегда объект его вне церковь его это объект его внимание он всегда пристально смотрит за ней он всегда пристально смотрит на неё она всегда находится рядом с ним вы когда-нибудь за маленький с маленьким ребенком ходили гулять на улицу вы отвернитесь буквально на полсекунды я помню с артурчиком пошел на площадку посмотрел там где-то ворона каркнула и посмотрел что за ворона поворачиваюсь а он уже стоит возле качелек на которых взрослые дети вот этих знаете вот такие качели они катаются он уже в метре от них я бегом артур хватаю его а он видит дети смеются и он туда хочет знаете сколько нужно чтобы это произошло полсекунды мамы правда полсекунды вот так мгновенно поэтому друзья бог смотрит за своей невестой поэтому он ответственно заявляет и говорит я создам церковь мою и тут же заметьте он говорит обращаясь самой церкви прежде всего он говорит врата да не одолеют ее потому что он всегда рядом он всегда рядом он никогда не оставляет церковь свою он никогда не бросает ее у него есть всегда дело до этой церкви он всегда имеет все отношения он всегда имеет с ней контакт он всегда имеет с ней связь он всегда видит и он всегда чувствует ее он всегда общается с ним всегда заботиться они он всегда помогает ей он не отходит от нее, он не бросает ее, он всегда рядом с ней. Некоторым мужьям сейчас должно становиться стыдно, потому что, друзья, мы с вами по-другому поступаем, но давайте учиться тоже из этого. Может быть, нам есть смысл тоже здесь чему-то научиться. Так вот, друзья, мы должны с вами понимать, в чем природа такого утверждения Бога. Послушайте, еще раз говорю, здесь нельзя читать этот стих просто информационно, его нужно молитвенно размышляя читать. Смотрите, он говорит, я создам церковь, какую я хочу, чтобы вы поняли. Такая причина, такого отношения Бога к церкви заключается в том, что в сердце, в разуме и в понимании Бога церковь является его абсолютной собственностью. Абсолютной собственностью. То есть он имеет авторские права на нее, и у него авторские имущественные, неимущественные, любые права. Бог имеет право на церковь, она принадлежит ему, она его. И именно поэтому, когда речь заходит, друзья, о церкви, он говорит, церковь моя. Он не говорит, церковь ваша. Знаете, так интересно, иногда к нам бывает так, приходит, ну люди же приходят в церковь, слава Богу, церковь с Божьей помощью растет. И приходят люди, люди, которые недавно пришли, они говорят, ой, вы знаете, я так рад, что я пришел в вашу церковь. Я говорю, не в вашу, а в нашу. И знаете, когда я первый раз это говорю, у них обычно так. Я говорю, ну это наша церковь. А ну да, в нашу. Знаете, вот этот момент, когда ваша и наша, ну ваша становится нашей. Мы не любим это, знаете, было ваше, стало наше, да? Нет. Это нормально. Почему, друзья? Да потому что у Бога такое отношение к церкви, вы понимаете, это церковь чья? Его. Вы понимаете, она Его. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали, скажите, Его церковь. Почему Бог так, почему это важно? Сейчас будем об этом как раз с вами говорить. Итак, в чем проблема? Дело в том, что, почему точнее это так? Дело в том, что мы должны с вами понимать, можно заставочку, пожалуйста. Обратите внимание, друзья, на картинку на этой заставке. Кто знает, что здесь? Адам. Это Адам, которого творил Господь. А теперь смотрите. Помните, он говорит, я создам церковь мою. Слушайте очень сейчас внимательно, потому что, если вы это поймете, ваше отношение к Богу и церкви изменится на всю оставшуюся жизнь. Потому что вы что-то можете понять сегодня. Когда Иисус сказал вот в этом стихе, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Буквально, он пересказал историю, как Бог привел к Адаму жену. Сейчас объясню, давай прочтем. Давайте прочитаем с вами. Бытие, 2 глава, с 21 стиха. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. Я обожаю это местописание. Это просто в них, вот в этих трех стихах, там такая глубина. Даже вот просто здесь. Кто из вас понимает, что Иисус на кресте умерла его человеческая природа, а его божественная природа, она не умирала. Вы в курсе об этом? Вы понимаете, что на самом деле это о Христе? Христос уснул. И он говорит, когда он уснул? Взял одно из ребер. Скажите мне, кто помнит, когда Иисус на кресте испустил дух и сказал, свершилось? Что после этого сделал римский сотник? Он говорит, проткните ему ребро. Не плечо, не живот, не сердце, не шею. Он говорит, проткните ему ребро. И когда он проткнул ребро, что оттуда вытекло? Вода и кровь. А вы знаете, что происходит, когда рождается ребенок? У женщины сначала отходят воды, а затем в родах идет кровь. Это про образ рождения. Знаете, многие люди говорят, что церковь, она родилась в день сошествия Духа Святого, в день Пятидесятницы. Но знаете, я думаю, что она появилась на лице земли в день Пятидесятницы. А ее истинное рождение было в тот момент, когда Иисусу Христу проткнули ребро. Потому что мы читаем еще раз Бытие, 3 глава, 21 стих. И навел Господь Бог. Скажите, то, что происходило с Иисусом на кресте, от кого это было? От Бога. И навел Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, видите, да, помните? Ребер. И закрыл то место плотью. И создал Господь Бог человека, ой, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. Друзья, мы с вами сидящие здесь сейчас, это творение Божие, которое было сотворено из Иисуса Христа. Поэтому когда Иисус говорил, я создам церковь мою, другими словами, он говорил, из меня выйдет моя церковь. Вы никогда не задумывались, почему все женщинам нравится, когда их мужчина носит на руках? А так она ближе становится к тому месту, откуда она взята. Вы никогда не задумывались, почему она всегда хочет взять мужчину под руку? Она хочет быть ближе к тому месту, откуда она взята. И только невеста Иисуса Христа говорит часто ему, у меня сейчас мои дела, у меня мои планы. Каждому свое. Говоря сейчас у невести, я говорю о каждом из нас. Я хочу, чтобы мы с вами понимали. Помните тема проповеди? От Бога, я бы даже сказал не от Бога, я бы сказал из Бога рожденное, понимаете? Церковь рождена из Бога. 24 стих, 23. И сказал человек, Иисус, глядя на церковь, говорит, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Скажите, когда Бог говорит о церкви, что он говорит? Что он есть глава, а мы... Вы понимаете? Он не рассматривает нас раздельно. Кто-то скажет, ну это всего лишь образ. Так этот образ и должен быть в нашем сердце, чтобы мы понимали, почему Бог сказал, что я врата Ада не одолеют мою церковь. Потому что, друзья, никто из нас с вами о своей плоти не печется так. Да какая разница, ну порезал, ну отрубил два пальца, а и самой как-нибудь заживет. Вы знаете, мы никогда так не заботимся о своем теле, правда? Не дай Бог какая-то шишечка, синячок, порез какой-то, ааа, в травматологию сразу. Бегом к лучшим врачам, большие деньги. Что со мной случилось? Выясните, разберитесь со мной. Вот почему, друзья, когда Бог говорит о церкви, у него такое отношение к церкви. Если не дай Бог что-то происходит, Бог там, он вовлечен, он смотрит на свою невесту, поэтому он и говорит, что его невеста будет без пятна и без порока. Знаете почему? Потому что он хочет заботиться о ней таким образом. Он заботится о ней так, и у него такое отношение к церкви. Скажите, пастор, зачем вы нам об этом сегодня говорите? Я отвечу вам простой секрет. Проблема в том, что у нас никакое отношение. Проблема в том, что у нас не такое отношение к церкви. Мы говорим, я считаю, что церковь это то-то, то-то, то-то. Простите, конечно, но кому? Какое дело, что вы считаете? Нет, никому до этого дела, потому что церковь, она родилась Иисус, Иисуса Христа. Она несет в себе его ДНК. Смотрите, когда Бог взял из ребро, ребро, скажите мне, в женщине, которая создана из ребра, ДНК чье? Мужа. Откуда она взята? Какой должна быть ДНК от церкви? Оттуда, откуда она взята? Именно об этом Бог и хочет говорить. Вот почему служители Божьи, друзья, мы об этом еще будем с вами потом говорить, говоря о почтении к служителям однажды. Мы будем говорить, вот почему пастора служители, они ревнуют. Вот почему они напрягают. Вот почему они проповедуют. Неудобно иногда проповеди. Иногда хорошие, нормальные, позитивные. Тут я согласен, мне это нравится. А иногда нам не нравится проповедь, но они будут ее проповедовать. Почему? Потому что эта проповедь рождается откуда? Из Бога. Пастор Алексей, пастор Вадим, рады видеть сегодня вас. Пастор Вадим, задам вопрос. Неудобный, страшно. Вы про проповеди проповедуете из собственного опыта? Ну, я имею в виду, что, а вы знаете, я вам сейчас расскажу историю, что со мной была, рассказываю, рассказываю и вообще, вот в этом и суть проповеди. Или все-таки проповедь приходит от Духа. Из Духа, правда? приходит. Вы молитесь перед проповедью? Хотите слышать, принять от Бога? И принимаем, правда? Так или не так? И я точно так же сегодня молюсь, друзья. Вы знаете, нет смысла проповедовать проповедь, которая просто от меня. Она бесполезная. Знаете, почему? Она несет в себе ДНК меня, но она не несет в себе ДНК Христа. Она проповедь должна нести в себе ДНК Христа. Давайте я вам с другой стороны покажу, как приятно жить, братья, вместе. По окончании служения мы сегодня с вами пойдем к буфету. Там Тоня приготовила, я не помню, кто смотрел в чате, читали меню. Прекраснейшее меню. Мы будем общаться, будем пить кофе, чай. Мы договоримся с вами куда-то пойдем. А теперь слушайте все внимательно. Слушайте внимательно. в начале августа, нет, неправильно, в начале марта 2010 года мы с женой приехали, будучи в Америке, мы приехали сюда. И здесь, когда мы находились в Украине, мы молились, там был пост, молитва. Во время поста и молитвы Бог проговорил нам о том, что нам нужно возвращаться из Америки и приехать сюда. Как вы думаете, сколько людей было в этой церкви тогда? Никого. Вообще никого. Ни одного человека. Слушайте внимательно сейчас. Ни одного человека, не зная с вами сидящих, и меня в том числе еще тогда даже не было в этой церкви, потому что я занимался, ну, тем, что Господь меня до этого призывал. Но когда он сказал, я хочу, чтобы ты начал вот здесь, поместную церковь, знаете, что я принял решение, говорю, Господь, хорошо, от Тебя пришло что-то ко мне. Что-то пришло от Него ко мне. Какое-то откровение пришло, какое-то откровение попало в мое сердце, откровение, в котором было ДНК Бога. И я говорю, Господь, это Твоя церковь, я буду начинать ее делать. И мы начали ее делать. Мы начали как делать? Были ребята, вот какие-то я помню, Максим Борисовский тогда, Дима, да, Лариса были в начале. Помните? Я говорю, ребята, у меня есть на сердце такое, чтобы мы начинали церковь. А мы когда-то, они были в моей домашней группе, Сережа, Сергей Иванович, помнишь? Я говорю, мы вот, ну, вот есть на сердце, они говорят, мы будем в этой церкви. Знаете, что начало происходить? Послушайте, это ребро начало трансформироваться. В нем по-прежнему ДНК Бога. Откуда оно началось? От Бога началось. Друзья, и постепенно это ребро все больше и больше. В нем убираются какие-то лишние грани, в нем убираются какие-то пятна, какие-то пороки, убираются. Кто-то скажет, пастор, почему иногда некоторые люди уходят из церкви? Нормально. Нормально. Знаете, один выдающийся скульптор, архитектор сказал одну потрясающую фразу. Он говорит, послушайте, памятник это несложно. Я говорю, это всего лишь два действия. Первое, вы берете огромную глыбу, и второе, отсекаете от нее ненужное. Так появляются самые красивые памятники. Два простых действия. Вы берете обычную глыбу, и второе, просто отсекаете от нее ненужное. Почему мы тогда не все скульпторы, не все понимают, что не нужно? То же самое, друзья, Бог говорит, в книге пророка Исаиан говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Друзья, Бог берет свою церковь, и Он форматирует ее, Он формирует ее, Он созидает, Он вылилеивает ее. Кто скажет мне теперь, почему Он это делает? Потому что Он сказал, это церковь, рожденная от Него. из Него. Она им рожденная, вы понимаете? Она им рожденная. У кого-то есть маленькие дети? Вы воспитываете их? Вы прививаете им знания, культуру, ценности, навыки? Делаете это или нет? Вы стараетесь их воспитать. Вы стараетесь передать им свою природу, свою ДНК, правда же? Вы стараетесь взрастить их в том, что вы сами понимаете, в лучшем, не в худшем же, правда? Лучше стараетесь передать детям. Друзья, точно так же Бог, когда Он относится к своей церкви, или когда Он говорит о своей церкви, Он воспринимает ее именно так, и никак по-другому. Только так. Давайте прочитаю вам одно интересное место из Писания. Окей, ладно. Не важно. Именно по этой причине, когда речь заходит о церкви, Христос ревнует о ней. Она его. Вы понимаете? Она его. Перекос. Кто-то скажет, ну в церкви же бывают проблемы. Да, бывают проблемы. Знаете, когда бывают проблемы? Когда или прихожане церкви, или служители церкви начинают думать, что эта церковь их. А она не их. Потому что она его. Она не их. Она его. Знаете, чем я занимаюсь как пастор? Я занимаюсь тем, что я, получая откровение от него, передаю откровение церкви, чтобы его церковь возрастала, его невеста. Чтобы когда однажды он придет и захочет встретиться со своей невестой, его невеста была готова. Она была беспятная, беспорока. Если на проповедь, вот когда, помните, в Египте, когда израильский народ был в Египте, там рождались сыновья. И фараон сказал, сыновья рождаются, их и так уже много. И он приказал повивальным бабкам, убивайте сыновей. Но они не послушались его. Мы будем об этом дальше проповедовать, говоря о церкви. Однажды, когда это будет проповедь. Но что я хочу? Я хочу, чтобы мы с вами поняли одну вещь, друзья. Бог смотрит за своей невестой. Он смотрит за жизнью каждого из нас. Вы скажете так, а что у меня непочтительного к церкви? Да, я скажу вам так, друзья. У нас может быть непочтительное отношение к церкви. В чем оно проявляется? Я записал для себя четыре пункта. В чем непочтительность к невесте Христовой может выражаться? Знаете, до этого, ладно, у меня есть одна проблема. Хорошая проблема. Я люблю свою жену. Кто-нибудь есть из вас мужья, кто любит своих жен? Есть? Вот я задам вопрос такой, может быть, странный. Феликс, если кто-то будет непочтительно относиться к твоей жене, как ты будешь реагировать? Непочтительно, правда? А почему, если не секрет? Вот скажи мне, а почему? Потому что тот, кто непочтительно относится к ней, непочтительно относится к тебе, правда? Она же от тебя взята. Друзья, когда мы непочтительно относимся к церкви, Христос вынужден непочтительно относиться к нам. Вот почему любой человек, который посягает на церковь, Иисус озвучил приговор еще тогда. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Он сказал, врата ада не одолеют ее. Потому что тот, кто прикасается к церкви Божьей, прикасается к сердцу Бога. Вот вам приплыли. Вот почему прошло 2000 лет уже, а церковь по-прежнему есть. И она никуда не меняется. И никуда она не будет деваться. Можно взять все свои знания, сложить в одну большую коробку и понять, что это бессмысленно. Как, в чем может проявляться непочтительность к церкви? Первое. Помните, когда я говорю непочтительность церкви, я не говорю о сакральной церкви. Нет. Я говорю о невесте Христа. Так вот, первое. В чем выражается непочтительность? Свое понимание и видение роли и значения церкви. Слушайте, мы непочтительно относимся к невесте Христовой, когда мы говорим, ты должна делать вот это, вот это и вот это. Моисей, послание Иуды написано, споря Архангел Михаил, споря о теле Моисея, он сказал, да запретить тебе Господь. Слушайте внимательно. Я точно не берусь судить, зачем нужна церковь. Я лишь только знаю, что Он призвал меня служить ей. Вы в курсе, друзья? В тот момент, когда мы говорим, что церковь должна вот это, 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 в этот момент мы пытаемся занять место того, кто ее создал. А это не так. В тот момент, когда мы говорим, о, я считаю, церковь должна быть то, 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 у меня всегда вопрос. Во-первых, я всегда людям задаю вопрос, ты когда в последний раз был пастором? Ну, я еще не был, но я знаю, как правильно. Я еще баб, я еще дедушкой не был. Я не знаю, как правильно быть дедушкой. Вы в курсе? Я, может, и умный человек, но я не знаю, как быть дедушкой. Я не в курсе пока. Понимаете, друзья, когда мы берем на себя позицию суждения и высказывания окончательного приговора, более того, когда мы этот приговор приводим к тому или свое суждение, что я считаю так, значит, должно быть вот так. Друзья, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь в этот момент. Это все равно, что подросток, знаете, собираются, вот Максим, сколько сейчас тебе, Максик? Сколько? 14 лет. Это, знаете, как собирается группа из 10 подростков, в 14 лет и начинают рассуждать, в чем неправо их родителей. Вы понимаете, что это абсурд? Кто понимает? Точно так же, когда мы говорим, я считаю, должно быть вот так или вот так. Почему? Ну, почему у нас возникает такая идея? Я вам отвечу. Это проявление непочтительности к Божьей невесте. Мы не почитаем, мы не можем почитать. Знаете, есть одна передача, от которой я всегда, когда ее вижу по телевизору, я плююсь, я просто, я всегда жене говорю, давай переключим, я не могу на это смотреть. Есть свадьба, называется, есть такая передача, называется «Четыре веселья», по-моему, или что-то такое. Знаете, когда там четыре невесты собираются вместе и они начинают, я понимаю, как выглядит змеиное кубло после просмотра этой передачи. Они собираются, они идут на одна, идет на свадьбу, другой, потом, ну, три идут на свадьбу, первой, потом три идут на свадьбу, ко второй. Они-то приходят на свадьбу и та, в самый счастливый момент своей жизни. Она в этом свадебном платье, и сидят три язвы такие, о-о-о-о, вот это что за платье, что это за туфли, что это такое. Фу, лохушка. И это все в телевизор. Я говорю, переключи это, я не могу это смотреть. Понимаете, друзья, когда речь заходит о невесте Христовой, мы не три невесты, которые пришли оценить ее, мы есть участники этой невесты, вы понимаете? И Бог, когда мы судим, когда мы говорим, я считаю это то, я считаю это то, неважно, что мы считаем, мы часть этого. Вы понимаете, друзья, мы часть этой невесты, мы часть, и я скажу вам, когда Бог говорит, что Он очистит старую закваску, слушайте, берегите, чтобы Он не очистил случайно нас с вами. Когда мы говорим о том, что Он хочет, ждет себе невесту, без пятна и без порока, не дай Бог оказаться этим пятном, что Он его уберет. И когда мы говорим, церковь должна быть такой, Бог говорит, она должна быть любящей. И начни с... Поймите, друзья, эта церковь такая, какие мы. Она такая, какие мы. И как я молюсь, чтобы эта церковь оказалась хорошей. Потому что она его невеста. Поэтому первое, друзья, в этом проявление первой непочтительности. Следующее проявление непочтительности, когда мы ставим себя выше того, что Божье. Когда мы говорим, я в церковь хожу, но у меня там, у меня сегодня свои планы. Ой, друзья, вы не поняли самого главного. Я вам скажу, теперь сейчас... Ладно, короче, все, поехали. Понеслась. Знаете, почему семьи у нас разваливаются? За 2020 год, статистика верующие, неверующие, 71%. Это статистика 2020 года, прошлого года, 71% разводов в Украине. Знаете, почему? А я вам открою секрет. Потому что семья не может существовать, когда муж и жена пытаются жить автономно. Когда один из них ставит себя выше другого, это невозможно. Такая семья обречена на развал. Кто понимает это? Так вот, я вам скажу, друзья, когда в церкви человек ставит себя выше и говорит, это все для этих, там вот эти новообращенные, евангелизации, это для вот этих, ну да, они пока еще нормально, пускай пхнут себе. А я уже тут нормально пригрел стул. Вы не поняли, друзья? Это непочтительность церкви. Непочтительность. Вы знаете, я думаю, одно из величайших благословений в моей жизни заключался в том, что в какой-то момент времени Господь каким-то чудом меня поместил в какую-то военную среду. И там я научился некоторым полезным вещам. И я помню момент, когда я пришел в церковь, это было 20 июня 1995 года. Я пришел на первое собрание, нерожденный еще свыше, ничего не понимаю. Смотрю, уперся в стул этих людей, по сторонам смотрю, думаю, странные люди. Но знаете что, когда закончилось служение, и ребята из группы порядка начали носить такие вот колонки, выносить, я не смог стоять в стороне. Я подошел, говорю, ребята, вы что делаете? Ну, мы группа порядка, мы носим колонки. Я говорю, можно я помогу вам? Давай, конечно. И слава богу, что в конце собрания, когда, ну, в конце этого, как переносили, они говорят, а ты первый раз, я говорю, да, давай ты к нам в группу порядка. Я говорю, давайте, а чего же нет? Знаете, друзья, как мне прискорбно, когда приходят люди в церковь, они ходят туда годами, но они приходят только послушали. Они ничего, они ставят себя выше. Они ничего здесь не делают. Знаете, я открою вам страшную тайну. Я в своем доме мою посуду. Когда жена готовит, я прихожу, говорю, что тебе помочь? Она говорит, ну, давай почисть картошку. Я чищу эту картошку. И не потому, что у меня нет достоинства мужского, а потому, что это моя семья. Я часть моей семьи, я в ней часть. Я не аппендикс, который со временем надо отрезать. Я часть этой семьи, я ее люблю. Я хочу в ней служить, я хочу жить. Я не выше всех, я не элита. Я не эскадрон гусар летучих, которые прилетают, шампанское открыли, о-о-о, покутили и улетели. Некоторые люди в церкви, они похожи на эскадрон гусар летучий. Они прилетают сюда, залетели, постояли. А вот эти вот, Серега, пусть служит он, ему больше всех надо. Нет! Нельзя поставить себя выше. Поймите, друзья, мы не можем быть выше церкви. Кто-то скажет, ну, я знаю суждение, церковь, это каждый из нас. Послушайте, церковь, это единство, я бы даже сказал, церковь, это единение детей божьих, рожденных свыше исполненных Духа Святого. Внимание! А не сборище независимых индивидуальностей. Если церковь, друзья, это сборище независимых индивидуальностей, тогда она перестает быть невестой Христовой. Тут она это аминь может даже сказать. Что я как-то тихо, мы уже начали говорить аминь. Это не сборище независимых индивидуальностей. Это мы, а то они. Они, вы как собрались жить? Вы понимаете, невеста, которая идет на свадьбу, правой ногой вперед, а левой назад. Выглядит очень странно. Вот так где-то мы ходим, вы понимаете, как церковь вот так, хоп-хоп, и у нас ноги, а руки в разные стороны пошли. И вот так невеста в этом свадебном платье, друзья, до ужаса странно выглядит это, правда? Точно так же церковь, которая один член церкви ставит себя, и я выше этого. Это не для меня, это для тех. Когда говорится о евангелизации, для кого говорится, поднимите руку? Только разве, если вы не выше этого? Потому что элита на евангелизации не ходит. По этой причине я хожу на евангелизацию общей церковной. Я не элита в этой церкви, извините. Я себя к элите не причисляю. И когда говорят, надо убрать, я иду убирать тоже. Потому что я не элита. Я не знаю, как вы. Друзья, церковь, еще раз повторяю, это невеста Христа. Аминь? Это невеста Христа. Он почтительно к ней относится. Он с нее, простите, пылинки сдувает. Он ее бережет, он ее лелеет, он о ней заботится, он ее кормит, он ее греет, он ее питает. И он реально это делает. Следующий вид непочтительности к церкви, друзья, это пренебрежение церковью. Это когда, знаете, люди говорят, я, рожденный от Бога, это и есть церковь. Друзья, я тоже, кстати, рожден от Бога, между прочим. И рядом с вами сидит тоже кто-то, рожденный от Бога. И когда мы говорим о том, что это я, рожденный от Бога, друзья, это не сборище рожденных от Бога. Еще раз говорю, это единение. Понимаете, когда Бог говорит о церкви, когда Он говорит о церкви, что Он будет возносить, друзья, он подразумевает что он приводит нас в церковь чтобы мы здесь научились быть семьей слушайте внимательно да потому что на небо небо это не сборище индивидуальности а небо это единение рожденных от бога людей аминь еще раз на небесах царство божье это единение рожденных от бога людей они сборище духовных индивидуальностей а я бы даже сказал псевдо духовных потому что когда человек духовные друзья он стремится к единству он не стремится к обособленности он не говорит о братьях и сестрах плохо он не ищет в них недостатки он не выискивает он не копается я очень не люблю когда знаете из такая риторика проповеди когда говорится вот эти люди они такие послушайте какая вам разница какие они по моему друзья очень важно чтобы мы думали о том какие мы и при этом делились лучшим что у нас есть другими аминь аминь четвертый пункт четвертый пункт отделение себя от жизни и деятельности церкви божьей я уже об этом сказал вы поняли нельзя это воде это непочтительно итак следующее луки 1 35 шикарнейшее понимание шикарнейшее местописание евангелие от луки 1 35 я вам не давал но найдите итак здесь написано ангел сказал ей в ответ дух святой смотрите дух святой найдет или сойдет на тебя и сила всевышнего осидит тебя поэтому рождаемое святое наречется сыном божьим вы знаете друзья то же самое происходило когда христу проткнули бог то же самое абсолютно заметьте скажите откуда было рождаемое в марии от кого от духа святого какое отношение у бога отца было к тому кто родился от марии трепетное потому что это его сын он горит она наречется сыном божьим я хочу чтобы поняли когда церковь родилась от бога мы должны понять что это невеста христа и церковь божья и таким должно быть наше отношение помните когда однажды иисус пришел в свой родной город и написал не мог сделать ни одного чуда кто мне напомнит она и духовное кто напомнит почему он не смог сделать ни одного чуда ну ну потому что не было не вере было не вере было непочтение скота кто это плотников сын вы понимаете друзья когда у нас нет почтительного отношения к тому что рождено от бога друзья но перестают для нас быть божьим заметьте характеристика он не сказал что родится иисус христос он не скажу родиться то-то то-то тот он говорит родиться что вы родиться наречется сыном божьим он говорит что она будет божьим она будет божьим сыном именно так мария относилась вы знаете что мария друзья она очень трепетно относилась написано библии она все слова которые слышала слагала в своем сердце у нее было трепетное отношение к тому кто родился че и через нее потому что он был от бога когда мы говорим о церкви друзья от кого она да запретит господь друзья нам иногда говорить некоторые вещи о церкви думать думать каким образом сохранять в сердце почтительное отношение к невесте христа первое друзья первое я заканчиваю первое мы должны осознавать что церковь что есть церковь в понимании бога я себе записал церковь это не скопление независимых индивидуальности а божья семья рожденных свыше детей божьих вы понимаете быть рожденным свыше потому что вы знаете даже сегодня есть такое суждение но она давно уже церковь это я рожденный свыше это каждый из нас да но проблема что когда каждый из нас мы собираемся вместе мы становимся как кубло змей почему-то вдруг и одному бог говорит одно другому говорит другое третьему третье четвертому четвертое и знаете мы потом у меня вопрос так кто из четверых попадет на небо а кто попадет туда друзья церковь это единение а для этого еще ой как постараться надо второй момент друзья как сохранять своем сердце это почтительное отношение быть сопричастником и участником церкви божьей не будьте зрителем перестаньте вообще уберите это понимание в церкви нельзя с быть зрителем просто нельзя скажите нельзя нельзя быть зрителем церкви и я сейчас это говорю не потому что я пастор я говорю потому что я понимаю что такое церковь мы не можем быть в ней зрителем знаете я думаю что многие из нас мы очень долго живем одни и когда в наши на нашей территории появляется кто-то другой у нас когда у которого возникает чужой мне кажется иногда так происходит мышь мы что не понимаете что церковь это одна кухня на которой 39 тысяч хозяек и вам всем вам всем нужно уживаться как-то и бог помещает а иногда закрывает нас на этой кухне не для того чтобы мы там поубивали друг друга и выжил сильнейший а для того чтобы мы научились жить мирно на одной этой кухне осознавая глядя друг на друга что мы дети божьи вы понимаете это или не понимаете потому что бог как бы объяснить вам вы понимаете что мы не можем прийти богу искать господь там вот вот кстати вова бою люк ты знаешь ты давай с ним пожалуйста ты пора турнуть парня давно кстати так не получится потому что бог своей церкви относится 1 коринфянам 1227 он говорит и вы тело христово порознь члены вы тело христово можно саша иди сюда с ними только москву смотрите друзья прекраснейший человек прекраснейший изумительнейший прекраснейший человек запомните это самый лучший человек в нашей церкви я спросил у кого слеза из глаза покатится сейчас завести он он самый лучший да и вы самый лучший и я самый лучший вот такая у нас семья друзья бог рождает самое лучшее кто-нибудь скажет на томи если вы рождены от бога вы лучший чего вы мучаетесь чего вы ищете а потом паспорта делать вы лучший и я лучший мы все лучшие да мы все лучше а я лучше лучших ну ну не так не бывает вы понимаете но не нудру нас другой отец аминь а теперь смотрите внимательно мы написано мы тело а порознь мы члены слушайте саша очень классный парень я предлагаю вот нас здесь там не знаю сколько людей а давайте мы его разделим не подожди давайте моего разделим и каждый возьмет сашу к себе домой ну не всего но часть ну давайте часть возьмем вот правая рука у него классно еще с кольцом я себе беру золотым а давайте возьмем эту часть домой кто из вас понимает что-то здесь не так кто мне скажешь что не так не ну ладно ладно юлия васильевна коллективная выше индивидуального слушайте внимательно давайте разберем сашу по частям кто понимает что здесь что-то не так подвох какой то есть какой подвох так ко мне какая разница если честно вот именно так друзья мы зачастую себя ведем когда мы отделяем и говорим я член этой церкви но у меня как бы свое как вы понимаете что невеста умирает это какая-то хромая касаем понимать уже она стоит у нее это нога и на этой два пальца всего осталось и пятку отрезали уха нету зато платье красивое понимаете друзья так оно не работает вот он вы тело а порознь члены какой пункт я сказал пункт искал будьте сопричастниками участникам церкви друзья не будьте оторванным пальцем не будьте отрезанным пальцем который добрые другие прихожане по вас субботам приносят сюда и ставят на стульчик рядом с собою я не буду еще задавать вопрос кто из вас не живет жизнью церкви просто поймите если вы не живете жизнью по местной церкви куда господь вас поместил в своей великой любви к вам кстати то вы отрезанный пальчик который по субботам добрые друзья приносят и ряда рядом с собой кладут на стульчик вы конечно пальчик красивый но мертвый кто-то что-то услышал спасибо за матери за не будет следующее как еще почтительно относиться к церкви утверждайте своим участием церковь и и предназначение от бога не будьте пассивным зрителем вы знаете что у невесты христа есть приготовление к пиру брачному кто знает об этом это приготовление одна из частей приготовления это пойти собрать все свои члены которые потеряны рассеянны вы знаете об этом это заботиться о тех членах которые здесь есть вот почему у нас есть домашние группы вот почему мы молимся 545 каждое утро вы понимаете не потому что нам нечего делать не потому что мы какие-то найти себя а давайте что-нибудь придумаем да а давайте в 545 молиться по утрам нет о ком мы молимся мы молимся о тех людей которые сегодня мучаются от тех частях членов тела христова почему у меня есть мой молитвенный список друзья да потому что в моем молитвенном списке послушайте есть три или четыре там 16 16 пальцев которые пока отрезаны но я верю что господь своей великой любви чудо действенной силе он через мою жизнь может быть по милости прикоснется к этим людям и прирастить их обратно к этому телу кто-нибудь на это аминь может на это сказать вот почему мы молимся вы понимаете я не просто я утверждаю предназначение церкви своей жизнью своим участием я часть этой церкви но если вы скажете у меня своя миссия я тогда не понимаю член какой вы какую часть какой невесты вы есть такой фильм с джулией роберт сбежавшая невеста у меня есть проповедь на эту тему сбежавшая невеста вы понимаете христос приходит говорит невеста моя она говорит до свидания как карлсон он уехал мы обещал вернуться и четвертое друзья как можно почтительность ревновать о церкви ревновать о церкви ревновать в хорошем смысле этого слова знаете я помню как-то разговаривал с одной сестрой во время карантина и кто-то было так бывает иногда кто-то ушел из церкви люди ушли из церкви почему ты не говоришь о тех людях радостно кто пришел в церковь а что кто-то пришел да заметьте мы с сожалением говорю как кто-то уходит но когда туда приходит мы так типа а пришли да ну ладно а уж ушли и такой знаете такая скорбь на лице как будто бы христос страдает меньше нас да послушайте христос тоже страдает он просто хочет чтобы мы научились радоваться его невесте ну давайте мы будем это делать друзья в общем но я записал себе одно важное но ничто запомните ничто в том числе и сама церковь никогда не должны стать в нашей жизни выше христа или занять более значимое положение именно поэтому почтение к церкви начинается с истинного почтения к самому богу если мы почитаем бога мы будем почитать и его церковь она его невеста друзья и вы ничего с этим не сделаете мы сейчас будем молиться с вами когда вы пойдете домой поразмыслите над тем что я говорю про образ вот этот интересный момент а можно причастие раздавать вот этот интересный момент что церковь послушайте церковь она как точно так же как и вот давайте тему можно еще раз посмотрите на картинку друзья вот понимаете точно так же как бог из праха творил адама точно также из ребра адама он творил невесту жену ему вот почему откровение то что мы читали он говорит я покажу тебе мою жену мою невесту и это друзья это мы с вами поэтому в этот месяц может быть еще месяц я не знаю мы будем говорить о почтении к церкви божией друзья я рекомендую каждому из нас пересмотреть свое отношение к церкви скажите кто-нибудь аминь нам нужно пересмотреть свое отношение пришло время вы помните вам сказал в начале статистику многие украинцы доверяют церкви давайте мы не сделаем с вами так что они перестанут ей доверять давайте мы с вами такого не сделаем давайте склоним голову и мы будем молиться сейчас дорогой небесный отец во имя иисуса христа мы благодарим тебя сегодня мы благодарны тебе за сегодняшний день мы благодарны тебе за твой покров отцовскую милость за твою доброту боже спасибо тебе спасибо тебе драгоценный спасибо тебе за то что ты сейчас здесь боже благословляем господь твое имя сегодня превозносим и боже мы сегодня слышали твое слово твое слово господь которая истина которая жива которая вечно господь и мы действительно хотим, чтобы в это время, Господь, в этом сезоне, когда мы будем говорить о почтении к церкви, Господь, чтобы наши сердца, Ты что-то делал с ними, что-то, чтобы Ты делал с нашими сердцами, Боже, чтобы Ты возрождал, Господь, воссоздавал, восстанавливал это почтение к церкви Твоей, невесте Твоей. Господь, пускай сегодня у каждого человека на ложе, когда будут размышлять, пускай приходит переосмысление, Господь, в отношении того, что же, какое у Тебя почтение к И если ты настолько почитаешь церковь, то коль ми паче мне. Мне, Господь, как я должен относиться к ней? Во имя Иисуса Христа. Аминь.